Всем привет! Вас приветствует Серж Маркин Гараж. И сегодня у нас такая тема под названием Почему Харьковская Нива валит, а ваша Жига нет? И давайте для начала я расскажу небольшую предысторию. Как вы знаете, я немного скептически отношусь к ВАЗ-классикам и к владельцам ВАЗ-заводам. Которые там считают, что их классики супер быстрые. При том, что я и сам был раньше владельцем ВАЗ-классик, то есть мне есть с чем сравнивать. Так вот, и как вы знаете, я каждый день выпускаю видео о всех моделей ВАЗа, там копейки до самых последних. И позавчера было видео о ВАЗ-2104, и я там коснулся темы и рассказал об этой Ниве в Харькове, То есть, которая валит, там 700 сил, грубо говоря, там бешеные времена показывает. И я там детально рассказал, почему она валит, почему ВАЗ-классики ваши не валят. Почему я затронул эту тему? Потому что очень часто мне каждый день это слышу, там... И вчера вышла очередная серия ВАЗ-2105, и я очередной рассказал, что у классического ВАЗ-классики двигателя, он древний, древняя конструкция, то есть, и мне опять... Ну, люди не смотрят все видео, которые я снимаю, но это нормально для Ютуба. И мне опять одно за другим сообщением. О, как нет потенциала, посмотри Харьковская Нива! Я вот специально для этого снимаю это видео, для этих людей, для этих классиководов. Надеюсь, они посмотрят, я знаю, что и после этого видео будет еще куча-куча вот таких мне каждый день рассказывать. И давайте я еще раз вам детально расскажу, почему же Харьковская Нива валит, а ваша классика нет. И там, кстати, как раз и отвечу на вопрос, в этом же тоже в одном из комментариев подписчиков. Я вот, видите, ваши все комментарии читаю, и сразу на них вам все отвечаю. Тоже в этом же вопросе было, вот Нива там полный привод, а передний привод там нельзя реализовать, потенциал, там больше 300 лошадей нельзя реализовать, зацеп. Я вам сейчас расскажу, какие мощности уже реализовывать на переднем приводе и как это можно сделать. А давайте, почему все-таки Нива валит, а у вас классика не валит, ваша. Дело в том, что я знаю лично владельца этой Нивы, я выступаю на чемпионате Украины, там где и он выступает. Во-первых, у него две Нивы, потому что многие не знают, есть одна построенная на ВАЗовском двигателе, а одна там на американском ВАЗовском двигателе, то есть на ДУ там мощность далеко за 1000 лошадей. Но сейчас не о ней, потому что многие думают, что это одна и та же машина. Так вот, та, что на ВАЗовском двигателе, да, там в основе ВАЗовский двигатель, но по факту от него мало что осталось, потому что блок залит цементом, кованые шатуны, кованые поршня, там все переделанное, система подачи топлива, масляная система, то есть все переделано в голове, там все полностью, там стоит турбонаддув, то есть там настройка. Поэтому она валит, она валит по той причине, потому что там турбина, а у турбодвигателя важно три момента. Это размер турбины, это давление надува и двигатель нужно подготовить, чтобы он мог выдерживать такое большое давление. Запомните, не важно какая машина, не важно какой у вас двигатель, все можно раскачать, только вопрос времени и денег. На эту Ниву ушло много лет, много денег и много труда для того, чтобы ее построить. И никто из вас, ну большинство не будет заниматься этим. И ничего общего, тот двигатель с вашим убитым хламом, собранным с металлолома в АС-классике, как там расточил шестой блок там под 82 поршня, там по факту 1.7, он думает, что там 2 литра, и он думает, все, там ракета, я сейчас буду рвать всех, вот видите, как Нива там валит на таком двигателе, это у меня, что же так может, мина? Ну, будем так говорить, чтобы она так повалила, там, знаете, сколько денег туда надо завалить? Это, во-первых, кроме денег, надо еще найти механиков, которые это все смогут построить. Не так все просто. Многие думают, о, чем больше денег в машину валил, тем быстрее она поедет. Нет, это примерно до определенного уровня, а дальше уже начинает включаться голова, и многие знают секреты, которые заставляют машину быстро ехать. Соответственно, я же говорю, ничего общего нет. Второй момент, почему эта Нива едет быстро? Полный привод. Конечно, на полном приводе легче реализовать. Подобрали просто резину для зацепа, соответственно, под мощность, и, соответственно, едете. Все. Там не надо запариваться, там букс туда-сюда. Ну, и там тоже, конечно, эти есть моменты, но на полном приводе легче. Она просто прыгает со старта, а для гонок на 402 метра важен очень старт она. И то, будем так говорить откровенно, у нее время в районе 11 секунд. Это очень быстро, я согласен. Но для полноприводной машины на турбодвигателе, хотя она типа там стритовая, не корч, это уже далеко не предел. Потому что, опять же, перейдем к переднему приводу, который тяжело как бы там реализовать, мощность. Полный привод в Америке на атмосфере без турбин, Хонды Сивики там с бешенными мощностями. На атмосфере без турбин едут уже по 8 секунд, 400 метров, не путайте 100 метров. А Нива 11, знаете, что такое будет, если в заезде поедет эта Нива 11-секундная против там Сивика там 8-секундного. А турбовые Сивики там уже вообще в них по 7 секунд едут. То есть это такой там будет разрыв по трассе. Но понятно, что это стритовая машина относительно, типа она, это не полный драг-корч. Это 11 секунд, это очень быстро. Я знаю, что такое, я сам в драге выступаю, это очень быстро. Но это не такое аж супер-супер на данный момент уже быстрое время. При том, что даже не будем доходить в Америку, допустим. В той же России едут переднеприводные восьмерки быстрее 9 секунд, уже по 8,5 и по 8,6 едут. 400 метров, там скорость на финише 270-260. То есть, соответственно, они быстрее, чем эта Нива на переднем приводе. И это все можно реализовать. Те, кто говорят, что там передний привод больше 300 лошадей, нельзя реализовать, типа там букс туда-сюда. А вы не думали головой, что кроме двигателя надо еще что-то доработать? Все упираются в переднем приводе в реализацию. Дветель мощный, турбину прикрутили там, надува надули, все, там коробки рвут, хотя там не знаю, как правильно делать двигатель, который не будет рвать коробки. И буксует, смотрите, какой я мощный, у меня там в буксе весь лечу туда-сюда. Это все реализация мощности. Это правильная развесовка. Это правильная доработка ходовой. Там очень много нюансов, я могу вам снять отдельное видео. То есть, как переносить центр массы, как снижать центр массы, как делать, переделывать ходовую для того, чтобы при старте морду не поднимало, а наоборот намеренно, чем сильнее стартуете, морду загружало. То есть, и там очень-очень много моментов. Я их все знаю. Знаете, откуда их знаю? Самая быстрая восьмерка в мире, в России, красная Alania Motorsport, грубо говоря, тысячу лошадей. Самая быстрая восьмерка в мире, и я знаком с ее главным механиком, и он мне раскрыл все секреты, как строить быстрые автомобили, именно реализация мощности. Многие говорят, что нельзя там на ту... Даже вот про мои восьмерки, да, там... Типа, вот, нельзя быстрее там поехать на атмосфере, быстрее 7 секунд, а как это я еду быстрее 7 секунд? Потому что я, кроме двигателя, я еще знаю, как эту мощность передавать на дорогу, реализовывать. И то я все в своих проектах много чего... Ну, это так поверхностно, там, 1% из того, что я знаю, я пока что реализовал на своих проектах. У нас будет отдельно новый проект, будет восьмерка, полноценный корч, и я в этом все эти свои знания. Плюс я еще, помимо того, что от него узнал, у меня есть еще свои наработки, свои разработки, которые я их реализовываю, и могу реально построить очень быструю машину. Я ее построю, и вы это увидите еще. Даже на данный момент, из того, что у меня машина на 8 клапанах и одном карбюраторе, в полном стоке, в полном стоке, на стандартной резине стандартной коробки, едет 6,5 секунд, попробуйте такое, покажите. Покажите мне однокарбюраторную машину, которая так может ехать. Покажите мне, задайте ссылку на видео, и я построю еще быстрее ее. Поэтому ваши классики, там, ничего общего с той Нивой не имеют. И не надо там писать в комментариях, и тешить себя иллюзиями и надеждами, что ваша, там, убитая классика с дымящим мотором, что-то общее имеет с той Нивой. Это все очень разные машины. Поэтому не тешите себя надеждой. Можно построить быструю у вас классику. И на канале моем есть очень много видео, вообще, как любую машину сделать быструю. Кому интересно, на главной странице моего канала жмите на все видео, и там найдете ответы на все свои вопросы. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Делитесь данным видео со своими друзьями. А всем спасибо за внимание. Всем до свидания.